Разрешите открыть заседание. На прошлом заседании СССР было принято рассмотрение диссертации Чилоломба Атара Далмандаха на тему «Вояснительная схема решения квантово-механических задач на соискании учёных степеней кандидата физико-математических мод по специальности 1.2.2. Математическое моделирование числей метода и комплексы программ». И была сформирована экспертная комиссия в составе председателя Молых Михаил Дмитриевич, доцент кафедры прикладной информатики и теории вероятности Федерального государственно-автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет дружбы народов имени Патрисов Голубу, члены комиссии Дружинина Ольга Валентиновна, доктор физико-математических наук, профессор, главный учащий сотрудник Федерального исследовательского центра информатики и управления РАД. Гребаков Юрий Петрович, доктор физико-математических наук, профессор института физических исследований и технологий Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет дружбы народов имени Патрисов Голубу. Слово для оглашения экспертного заключения предоставляет сектору дистанционного совета Демидовой Анастасии Вячеславовны. Пожалуйста. Сумма экспертной комиссии. Состав экспертной комиссии учит, переведен на заседание дистанционного совета ДСН-26-6-6-9-го июня 2020 года. Комиссия проанализировала диссертацию, переферат, публикации и засекатель, где пришла в следующую очередь. Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 1, 2, 2, математики и моделируемые вычисленные методы и комплексные программы, а именно пункт 2, разработка и обоснование тестирования эффективных вычисленных методов с применением современной компьютерной технологии. Пункт 3. Реализация эффективных вычисленных методов в виде комплекса проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительных экспериментов. И пункт 8. Комплексные исследования научных и технических проблем с применением современной технологии в математическом моделировании вычислительного эксперимента. В соответствии с содержанием диссертационной работы, специальность по которой она предоставлена в медзащите, подтверждается обрабатыванием ее научной инвизиции практически по ледности. Диссертация представляет собой, законченной самостоятельной исследованием, в котором решена вторая задача проектирования исследования разных схем, аппроксимирующих задачи многих тел в то же время, точно сохраняющих все ее алгебраические интегралы движений и интервальных относительно перестановлых тел, имеющие важное научное значение. Теоретическое значение, что научная инвизиция состоит в том, что разработанная новая итерационная схема основанная методами минимизации ньютоновского типа и непрерывных минимаксных задач в сочетании с методами отрицательного направления визны применимо для решения широкого класса непрерывной минимаксной оптимизации, вычисления локальных равновесий, вычисления локальных равновесий или минимаксных точек, то есть точек нелинейных функционалов в различных предметных областях. Численными экспериментами доказано, что реализация общей схемы непрерывных минимаксных задач в виде вычислительной схемы вариационного метода решения с центровой полноценной задачей для уравнения дирак обеспечивает обоснованные и надежные оценки собственного значения энергии и собственных функций, необходимых для интерпретации переменных с тяжелыми ватами. Научная нелинейная диссертация состоит в разработке нового схемы вариационного метода с непрерывной минимаксной оптимизацией и минимальных функционалов в их применении к решению уравнения дирак, разработке новых вычислительных схем методов конечных элементов высокого порядка точности решения краевых задач для системы ОДУ второго порядка с различным числом синтетически связанных или запутанных открытых каналов уркосинтетических областях краевой задачи, построение многомерных квадратурных формул на симпликсов для вычисления многомерных интеграторов и применения к расчетам с высокой точностью и центральных характеристик избранных квантово-механических, автономных и молекулярных систем. Результаты исследования имеют практически значимость как для производства, так и для учебного процесса. Сработаны вычислительные схемы, алгоритмы, противно-ориентированные комплексы, программы уже используются в Объединенном институте ядерных исследований, в РУДМ, в Саратовском государственном университете и в других. Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного исследования отражены в пяти работах, индексированных международных базовых цитированиях, есть также одна программа, ЭВМ, библиотеки программ, ОИАИ. Основные положения и результаты диссертации, выносимые на защиту полоски от публикованных работ. Автор реферат диссертации адекватно отражает содержание, все исследования четко формулируют его основные положения и уровни. В соответствии с профилем выполненного диссертационного исследования, рекомендуется следующий официальный абонент. Доктор физико-математических наук, профессор математического института имени Никольского, Российского университета дружбы народов, Ланев Евгений Борисович. Доктор физико-математических наук, доцент профессор-кафедрой общей математики и математической физики Цирулев Александр Николаевич. И доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник лаборатории теоретической физики, определенный институтом института имени к ядерным исследованиям Лежев Владимир Степанович. Обоснован выбор оппонентов, обоснован областью их научных интересов и публикации мы по теме диссертации. И заключение в целом можно заключить, что рассматриваем диссертационная работа. Это он покажет Олзманзаму на тему вычислительной схемы решения квантовых механических задач, соответствует профилю диссертационного совета ПДС на 200.006, что позволяет рекомендовать принять ее к защите. Кто за то, чтобы считать диссертацию Чулон-Матара-Галмангаха, соответствующийся против диссертационного совета ПДС на 200.006, по специальности 1-2-2-матара, сомнагомерированный численные методы комплекса программ и принятие в защите, прошу голосовать. Кто за, кто против, воздержался, принято единогласно. Кто за то, чтобы назначить официальными оппонентами доктора физико-математических наук, профессора математического института имени Никольского, ГАУ, БО, Российский университет дружбы народа имени Патрии Солуму, Буланея Евгения Борисовича, доктора физико-математических наук, доцента, профессора какогрета общей математики и математической физики Тверского государственного университета Церулёва Александра Николаевича, доктора физико-математических наук, старшего научно-сотрудника, ведущего научно-сотрудника лаборатории теоретической физики Объединенной институты ядерных преследований Бележика Владимира Степановича. Прошу голосовать. Кто за? Против. Воздержался. Принятое единого власть. Кто за то, чтобы разрешить печатать автореферат диссертации в количестве 100 экземпляров, утвердить дополнительные списки рассылки автореферата и назначить дату защиты диссертации на 20 октября 2023 года, прошу голосовать. Кто за? Против. Воздержался. Принятое единого власть. Мы исчерпали повестку дня. До свидания. Заскоро. Уважаемые члены диссертационного совета, утвержденный состав диссертационного совета ПДС 02-00-006, 15 человек присутствуют в 12, в том числе 5, для вторых науки по профилю рассматриваем диссертации. Четыре доктора науки по профилю рассматриваем диссертации. Таким образом, квором есть разрешить открыть заседание. На прошлом заседании диссерционного совета была принята к рассмотрению диссертация Алхусай-Намани на тему вероятностный анализ стойкости защиты информации методом целочисленного расщепления символов. На соискании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1, 2, 3, теоретическая информатика, кибернетика и была сформулирована экспертная комиссия в составе. Председатель Малых Михаил Дмитриевич, доцент кафедры крупной информатики и теоретической вероятности Федерального государственного основного образовательного учреждения Высшего образования Российского института «Дружба народов» имени Патрия Соломова. Член комиссии Ваня Евгений Борисович, доктор физико-математических наук, профессор Математического института имени Сергея Горького, Федерального государственного автономно-образовательного учреждения Высшего образования Российского института «Дружба народов» имени Патрия Соломова. Член комиссии Ваня Евгений Юрьевич, доктор физико-математических наук, доцент, профессор Департамента математики и финансового университета при правительстве РФ. Слово для оглашения и экспертов заключения предоставляет сферер Диссуционного совета Девидова Анастасия Вячеславовна. В состав экспертной комиссии утвержден в заседании Диссуционного совета ДС-2006 26 мая 2023 года. Экспертная комиссия проанализирует диссертацию авторитератора Битгадса и Звисткателя и пришла к следующему заключению. Диссертационные исследования соответствуют паспорту специальности 1.2.3 теоретическая информатика, гибернетика и включает оригинальный результат в область вероятностного анализа стойкости защиты информации при передаче и хранении информации методом целостисленного расширения СИГО. И соответственно к следующему пункту 15 моделей данных и новые принципы проектирования пункту 25 метода до высокой надежной обработки информации и обеспечения по метроустойчивости информационных коммуникаций для целей передачи хранения и защиты информации. Пункт 26 теория надежности и безопасности использования информационных технологий. И пункт 29 теоретические основы программированные создания программных средств для новых функционных технологий. В соответствии с содержанием диссертации специальности 1.2.3, по которой она представлена в защите, подтверждается апробация работы ее научной новизной и практической значимости. Диссертация представляет собой законченные самостоятельные исследования, которым решена актуальная задача разработки новой теории коммунистологической и практической концепции в целочисленном расширении в ее приложении к вопросам защиты информации. Теоретическая ценность полученного в диссертации результата заключается в создании математического аппарата для исследования процедуры акулярной арифметики, названной в диссертации в целочисленном расширении и доказательстве ряда утверждений о стойкости защиты информации с использованием этой процедуры. Научная диссертация состоит в следующем. Предложена и исследована новая процедура в акулярной арифметике в целочисленном расширении, обобщающая известную арифметическую операцию с уделением состава. В разработке новый метод защиты текста состоящий, замене каждого символа передаваемого текста на последовательность метка целых чисел, расширение каталового уровня. Показано, что предложенный метод выгодно отличается от известных способов защиты, основанных на операции фабулярной арифметики и обеспечивает высокую степень надежности. Практическая и значимость выполненная работа обусловлена тем, что в ней построена схема применения концепции расширения для защиты информации при ее передаче и хранении, которую можно рассматривать как основу для создания действующего комплекса программ. Основные результаты и рекомендации диссертационного исследования отражены в 25 научных работах. Одна в аффициентированных данных из перечня БАК, пять в журналах индексированных в международных базах данных. Авторитерарная диссертация адекватно отражает содержание исследований, четко формулирует его основные положения и выводы. В соответствии с профилем, выполненное диссертационное исследование рекомендуется следующий официальный оппонент. Рилько Владимир Георгиевич, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, главный научный сотрудник Федерального научного центра, научно-исследовательский институт системных исследований Российской Академии наук. Забежала Михаил Иванович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник, ФИЦ информатика управления Российской Академии наук. И Дужин Василий Сергеевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгоритмичной тематики Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ. Выбор оппонентов обоснован в сфере их научных интересов, а также наличие публикаций по тематике диссертационного исследования. В целом можно заключить, что рассматриваем диссертационная работа, Алхусейн-Аммани на тему «Градностный анализ стойкости защиты информации методом целочистенного расщепления символов соответствует профилю диссертационного совета ПДС-0200-006», что позволяет рекомендовать принять ее в защите. Спасибо. Кто за то, чтобы считать диссертацию Аммани соответствующий профилю диссертационного совета ПДС-0200-006 по специальности 1-2-3 теоретическая информатика кибернетика и принятию в защите, прошу голосовать. Кто за, против, воздержался единогласно? Кто за то, чтобы назначить официальными оппонентами? Доктора физико-математических наук, старшего научного сотрудника, главного научного сотрудника Федерального государства учреждения Федерального научного центра научно-исследовательского института системы исследований РАН, Ритко Владимир Георгиевич. Доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Федерального учреждения Федерального центра информатики и управления РАН забежала Михаила Ивановича, кандидата физико-математических наук, доцента как для алгоритмической математики в Санкт-Петербурге и Костровственного электро-технического университета ЛАТИ Дужина Василия Сергеевича. Решил голосовать. Кто за? Против. Поддержался единогласно. Кто за то, чтобы разрешить печать автореферата диссертации в количестве 100 экземпляров, утвердить дополнительный список расстройки автореферата и назначить дату защиты диссертации на 22 сентября 2023 года. Кто за? Против. Поддержался. Принято единогласно. Повестка дня исчерпана. Всем спасибо. Заседание закрыто. Спасибо всем.